Здравствуйте, уважаемые садоводы! В течение всего срока роста и развития перцев растения нуждаются как в фосфоре, магнии и кальции, а также в таких микроэлементах как йод, молибден, цинк, бор и марганец. Так вот, сегодня я вам расскажу про внекорневую подкормку для рассады перца. Хорошим способом донести все эти нужные и важные вещества до растения является внекорневая подкормка, проще говоря, опрыскивание всего растения раствором удобрений. При осуществлении внекорневой подкормки придерживаются следующих правил. Раствор с удобрениями должен быть меньшей концентрации, чем для внесения в грунт. Это необходимо, чтобы рассада не получила ожоги. Раствор должен иметь комнатную температуру. Удобрение необходимо наносить на листья с двух сторон. Нижняя часть листа имеет тонкую пленку, поэтому подкормка будет легче проникать внутрь растения. Если растения плохо растут, стимулировать процессы роста и развития поможет внекорневая подкормка. Для этого нужно развести в 10 литрах воды 1 чайную ложку мочевины. В том случае, если растения стали сбрасывать цветы и завязи, то может помочь внекорневая подкормка перцев раствором борной кислоты 1 чайная ложка на 10 литров воды. Когда плохо формируются плоды, можно провести опрыскивание раствором суперфосфата 1 чайная ложка на 5 литров воды. Прежде чем приступить к опрыскиванию, приготовленные растворы следует процедить, а затем распылить по средствам пульверизатора. Для того, чтобы защитить перец в теплице от таких вредителей, как паутины, глещ и тля, а также повысить устойчивость данной культуры к различным заболеваниям, рекомендуется периодически проводить внекорневые подкормки растений водным раствором золы, в которой содержатся все необходимые элементы. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. Не забудьте заглянуть в описании под видео, там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!